Что мы знаем о камне Аллатыри и славянской поэзии? Стихотворение Константина Бельмонта. Давайте попробуем оценить то, что он хотел передать с точки зрения конспирологии, технологии, эзотерики и всего того, что должно оказаться быть скрытым в этих строчках. На море, океане, на острове Буяне, меж камней богатырь есть камень Аллатырь. Он бел, горюч и ярок, неостудимо жарок. Красив его изгиб, кипит тот камень кип. Горит тот камень чудо, что лучше изумруда. Он каждый миг живой, тот камень солнцевой. Под камнем тем сокрыта мечта, что не изжита. Спеши к нему скорей, коснись до тайн морей. Все шире море, шире, на камне Аллатыре. Сидит в лучах горя, громовница заря. Сидит девица красно, смеется безучастно. Смешинки дивы той, рассветы над водой. А раз придет охота, совсем тот смех без счета. Смеяться так начнет, что молния сверкнет. Все звонче смех певучий. Пожаром рдеют тучи. Огниста красота. Светла ее фата. Константин Бельмонт родился в конце девятнадцатого века. А вот в духовном стихе глубинной книги, памятнике древнерусской культуры, говорится. Бел горюч камень Аллатырь. Всем каменьям в мире мати. Из-под камушка, с-под Аллатыря зачинались ветры чистые. Из-под камушка, с-под Аллатыря протекали реки быстрые. По всему миру на пропитание. Всему миру на исцеление. Согласно славянским преданиям, камень Аллатырь упал с небес. Народное поверье и заговоры говорят о тождественности Аллатыря и небесного огня, что отразилось в его названии. Он именуется тоже бел горюч, бел горяч, бел блестящ, искрящийся, кип камень, от слова кипеть. По буквице Аллатырь – это Ал, божественный, А – азов, то есть богов первопредков. И тырить – это собирать воедину, отовсюду, где только возможно. К примеру, богатырь – примерно то же самое, набирать все, что возможно, относящееся к божественной сущности. Остров Буян мы помним с детства, мимо острова Буяна в царство славного Салтана у Пушкина. Профессор Чудинов утверждает, что остров Буян находится сейчас на севере Германии в Балтийском море, он же Руян, то есть Русь-Юная, и сейчас этот остров называется Рюген. По верованиям наших предков Аллатырь-камень заключает в себе мировую мудрость. Он способен исцелять и дарить жизнь. Люди всегда стремились к бел горюч камню, но лишь чистой душой и сильным духом человек мог найти его. Бел горюч камень Аллатырь, явленный в начале времен, в мифологии тесно связан с птицами. Говорится, что Аллатырь, упавший на землю, подняла со дна молочного океана мировая уточка, охраняет его мудрая змея Графена, и волшебная птица Гагана с остальным клювом и медными когтями. Это все к тому, что мы перечисляем все возможные мифы и верования, относящиеся к какому-то реальному предмету или явлению. И так далее. Частое упоминание бел горюч Аллатырь камня в древних заговорах, легендах и мифологических текстах славян, вероятно, говорит о том, что сам камень или некий его прототип существовал в реальности. Но в таком случае на географической карте России должно существовать местоположение этого легендарного камня. Наиболее верный способ его обнаружения – обращение к первоисточникам, мифам и легендам древних славян. Оказывается, подобная легенда действительно существует. Впервые место возможного расположения осколков бел горюч Аллатырь камня стало известно благодаря немецкому путешественнику 17 века Адаму Алиарию, рассказавшему в своем труде описание путешествия в Москве о древнем предании, испокон веков существовавшем на Руси. Легенда в пересказе Адама Алиария утверждает, что в стародавние времена пришли на Москву странники от самого Белого моря и принесли с собой бел горюч Аллатырь камень. Разбили его на девять частей и заложили по одному из осколков камня в девяти городах, окружавших Москву – Коломне, Серпухове, Дмитрове, Туле, Волоколамске, вернее, Нарафаминске, Боровске и Сергиевом посаде. Причем, если соединить все девять городов на карте прямой линии, то получится девятиугольник, напоминающий своими контурами Аллатырь камень. В Можайске энтографы располагают центр изначали под Петровской башней, построенной в 1231 году Кремля, но, как и в случае с Вереей, где точно располагалась эта башня, сегодня уже неизвестно. В Звенигороде центр изначали находился под башней с свистовым колоколом, который также называли «звонкий сторож». В Волоколамске этот холм на левом берегу реки Гродиньки, известной с древнейших времен. Здесь, как утверждают легенды, совершали магические обряды поклонения солнцу, ветру, сухопутным и водным духам древние новгородские купцы на пути в Москву. Вычленить необходимый холм из множества аналогичных исследователям не удалось. Что же касается местонахождения центра изначали в Сергиевом Посаде и Еврузе, то об этом история умалчивает. В Дмитриеве это место, скорее всего, располагалось под северо-восточными воротами деревянного, не сохранившегося до наших дней Кремля. В то же время в современном Дмитриеве в Кремле действительно лежит огромный валун, вплавленный в него древней подковой. На камне гравировка, утверждающая, что это и есть тот самый легендарный белгорюч-алатырь-камень. Ну и правда, Дмитров это единственное место среди городов Девятиуголья, в котором этнографам удалось найти часть этого как бы алатырь-камня. Жители Москвы, как утверждал Адам Алиарий, уверены, что осколки белгорюч-алатырь-камня надежно хранят город от многих бед, войн и иноземного вторжения. Особенно интересным с точки зрения немецкого историка оказался камень, действительно расположенный недалеко от Дмитрова, в так называемом Шутовом лесу около села Турбичево. Этот камень славится своими целебными свойствами. По преданию, если взять воду из речки, протекающей неподалеку, и скатить ее капли по бокам камня, а затем собрав их окропить больного, он непременно исцелится. Вторым не менее удивительным свойством камня была способность оберегать окрестности Дмитрова от вторжения захватчиков, поглощая агрессию воюющих сторон. Созвучие слов «алатырь» и «алтарь» очевидно. В древности камни исполняли роль жертвенников и священных алтарей, а древние греки называли его электрон. Тут надо полагать главный месяц, что греки прекрасно знали, что такое электроны. И приписывали ему самые чудодейственные свойства. А теперь послушаем еще одно стихотворение, написанное Константином Бельмотом, читающимся по праву поэтам Серебряного века. «Камень-алатырь, горючь-могучь янтарь, гори, на нас восстал упырь, отвратных гадов царь. Заветный камень-светозар, рождение волн морских, как в море глубь в тебе пожар, войди в горючий стих. О, слита горечи морской и светлых слез зари! Электрон, камень, дорогой горя, враждой гори! Волна бежит, волну дробя, волна сильней, чем меч. Электрон, я заклял тебя, ты, вспыхнув, можешь сжечь!» В основу этого стихотворения заложен древний заговор. Здесь название «камень-светозар» объединяет он белгорючь и ярок. На камне-алатыре сидит в лучах горя громовница заря. В общем, у нас получается белый камень с янтарным свечением вокруг. Название электрон происходит от греческого слова «янтарь». По официальной истории, еще в Древней Греции естествоиспытателями производились эксперименты. Куски янтаря терли шерстью, после чего те начинали притягивать к себе мелкие предметы. Термин «электрон», так название фундаментальной неделимой единицы заряда в электрохимии, был предложен Джорджем Стоуни в конце XIX века. Сама единица была введена им раньше. Еще раз вернемся к этому же стихотворению, только рассмотрим его с точки зрения конспирологии и технологии. Здесь пишется о том, что мы хотим использовать этот белгорючий камень в войне восставших от вратных гадов. Это могут быть генетические модификанты, демоноиды, андроиды, инопланетяне или любые другие враги, пришедшие нас уничтожить. Далее, рождение волн, как волн морских, подразумевается электромагнитное излучение. Горя враждой гори, это мы заряжаем его ненавистью к врагу. Волна бежит, волну дробя, волна сильнее, чем меч. Это также указывает на действие электромагнитного излучения, дезактивацию как магнитного излучения, направленного на нас, так и разрушая материю. Я заклял тебя, ты вспыхнув можешь сжечь. Я активировал тебя и указывается на технологию электромагнитного излучения, взрыва, сжигания. Вот это проявление алатырь камня вызывает прямо очень такую одну стойкую ассоциацию – церемония схода благодатного огня. Иерусалимский патриарх, пройдя храм святого апостола Иакова, направляется через южную дверь в алтарь, или алатырь. Армянское, копское и сирийское православное духовенство, вошедшее после Иерусалимского патриарха, направляется к нему и произносит обращение. После этого начинается крестный ход, троекратно обходящий кувуклию. Перед схождением храм начинают озарять яркие вспышки благодатного света. Тут и там проскакивают маленькие молнии. При замедленной съемке хорошо видно, что они исходят из разных мест храма – от иконы, висящей над кувуклией, от купола храма, от окон и от других мест и заливают все вокруг ярким светом. Кроме того, то тут, то там, между колоннами и стенами храма мелькают вполне видимые молнии, которые часто проходят без всякого вреда через стоящих людей. Мгновение спустя весь храм оказывается опоясанным молниями и бликами, которые змеятся и по стенам, и колоннам вниз, как бы стекают к подножию храма и растекаются по площади среди паломников. Одновременно с этим у стоящих в храме и на площади загораются свечи. Рядом с кувуклией возник светящийся столб, сами зажигаются лампады, находящиеся по бокам кувуклии, как и некоторые другие в пределах храма. В первое время загоревшийся огонь обладает удивительными свойствами, совершенно не сжется, независимо от какой свечи и где он будет зажжен. Можно видеть, как прихожане буквально умываются этим огнем, водят им по лицу, по рукам, черпают пригоршнями, и он не наносит никакого вреда, поначалу не опаляет даже волосы. Подробное описание процесса также можно прочитать в Википедии. Там есть такие чудесные комментарии. Метрополит Кесарий Каппадокийский Арефа пишет в начале X века в послании к эмиру Дамасскому. Эмир Иерусалима стоит около святого гроба при запечатанном им же входе, а христиане стоят вне храма Святого Воскресения, восклицают Господи помилуй, тогда внезапно появляется молния и кадила возжигаются. И от этого света берут все обитатели Иерусалима и зажигают огонь. Вот интервью, взятое у архиепископа Гавриила, он же Стеблюченко, он же архиепископ Благовещенский и Тындинский, с 1967 по 1968 год был секретарем русской духовной миссии в Иерусалиме в Сане и Ероде Акона. Вопрос, вы видели, как сходит пасхальный огонь? Да, я видел два раза, тогда еще был жив архиепископ Антоний Завгородний. И тогда в Великую Субботу патриарх вышел с благодатным огнем, мы не стали его зажигать, а быстро вместе с владыкой Антонием нырнули в кувуклию гроба Господня. И мы увидели в гробе Господнем синего небесного цвета огонь, мы брали его руками и умывались им. Какое-то время он не жег, но потом уже приобретал силу, и мы зажигали свечи. И что, огонь прямо на этом камне горит? На камне, и все лампады горят, и весь камень покрыт огнем, а миру это все равно. Как вы думаете, почему так получается, что люди так мало внимания уделяют этому ежегодному чуду? Это надо видеть. Я тоже, если бы не видел, сомневался. Но я увидел сам, горит огонь, и мы умываемся. Сплошной камень, мрамор, и весь покрыт огнем. Не копоти, ничего, просто горит огонь, и все. С полохи света, первый вице-президент фонда Андрея Первозванного Якушев описывает так. Как будто море отражает солнце лучики. И вот это очень похоже на эти отражения. Сначала я думал, что это вспышки фотокамер. Но, конечно, вспышки фотокамер, они очень яркие, а здесь непонятный природный свет. И вот эти яркие всполохи напоминали отражение солнца от морской воды. Но недавно, в последние годы, члены нашей делегации снимали вообще луч, который идет аккурат через открытую точку. Там сейчас она покрыта стеклом с неба и идет прямо в кувуклию, в открытую часть. Наш друг, он сейчас посол в Италии, стоял тогда в Кафаликоне. Мы стояли в другом месте и думали, что огонь выходит только из кувуклии. А он говорит, нет. Огонь пошел одновременно из алтарной части Кафаликона и из кувуклии. И получается, он сошелся в том месте, где аккурат Христос Спаситель Вседержитель Пантократор, где отмечен пуп земли. И вот там сошлись эти огни. Из стиха «На камне Аллатыре сидит в лучах горя громовница заря». Сидит девица красно, смеется безучастно о смешинке девы той рассветы над водой. Заветный камень святозар рождений волн морских. Смешинке девы той рассветы над водой утверждает Константин Бельмон про Аллатырь камень. И ему вторит наш современник из храма Воскресения Господня. Как будто море отражает солнце лучики. Вот эти яркие всполохи напоминали отражение солнца от морской воды. Сплошной камень, мрамор и весь покрыт огнем, ни копоти, ничего, просто горит и все, говорит свидетель. А Бельмонт ему отвечает. Он бел, горючий, ярок, нестудимо, жарок. И продолжает программовницу зарю, которая на камне сидит. А раз придет охота, совсем тот смех без счета. Смеяться так начнет, что молния сверкнет. Метрополит Кесарей Каппадокийский Арефа говорит. Тогда внезапно является молния и кандила возжигается. От этого света берут все обитатели Иерусалима и зажигают огонь. По поводу того, что явление возле алтери камня всегда похоже на схождение благодатного огня, это лишь гипотеза. Возможно, она не верна. Однако, если предположение близко к ассоциации, то интересно порассуждать по поводу активации артефакта. Солнечный свет, ведь он же солнечный камень. Голосовые вибрации, песнопение, вода упоминаются очень часто в приложении к нашему камню. Хотелось бы отметить, что во время схождения в храме первые 3-10 минут загоревшийся огонь обладает удивительными свойствами, и независимо от того, от какой свечи он будет зажжен, и он не наносит никакого вреда, поначалу не опаляют даже волосы. Получается, это особый вид энергии. Ну или либо это огонь другого частотного спектра. Возможно, он рождается в тонкоматериальном мире и постепенно материализуется уже в нашем трехмерном. Также, возможно, это вид энергии, который намеренно не изучается нашей наукой. Согласитесь, за эти столетия была масса возможностей изучить это явление, поставить тысячи опытов, разобраться, как это работает, откуда это происходит и как это можно использовать. Однако, никто этого не сделал. Негласно считается, что верующие просто не дали это сделать. Однако, во все времена это никого не останавливало, значит, был запрет это исследовать. Есть версия, что это какой-нибудь двигатель космического аппарата прошлой цивилизации, какой-нибудь Виманы или Вайтмары, которая могла путешествовать не только в космосе, но и между параллельными мирами. Или отвалившаяся силовая часть какого-нибудь аппарата неизвестной космической цивилизации, потерпевшего крушение на Земле. Также нам ничего не известно, насколько была развита магия в те времена, но есть массовое упоминание, что цивилизация была техномагической, где технологии были сильно переплетены со сверхвозможностями полубогов или богов, живущих на Земле. Богов Яви. Сегодня это скорее похоже на то, как если бы обезьяны прыгали вокруг сложных, разнофункциональных технологических устройств, снабженных устройствами языкового ввода информации, и пытались выполнять команды на то, что сумели распознать. Может быть, в Иерусалиме находится часть этого камня, последняя рабочая, а может их нужно все соединить, и тогда получится целостное устройство, невероятной мощности или такого свойства, что это сможет повлиять на ход истории. Не забываем, что все это версии о соединении возможно разрозненных явлений, происходивших в разные эпохи. Итак, по нашей версии, вначале это был белгорюч-алатырь-камень. Хранили его то тут, то там, не зная, как приспособить, пытаясь получить хоть какие-нибудь полезные свойства. А затем, ко времени старта библейского проекта, его перевезли в Иерусалим и приспособили для создания религиозного культа. А затем господь Ехве, что и отражено в Ветхом Завете, передал эту землю в пользование созданному им же своему народу. Так что, вполне возможно, этот осколок каких-то древних цивилизаций мог побывать и в Европе, похорониться какое-то время в Даарии, которая потом затонула, ну а затем уже перекочевать на Ближний Восток. Выдвинем версию, что в Иерусалиме находится часть этого камня, последняя рабочая. А может, их нужно все соединить, и тогда получится целостное устройство, невероятной мощности или такого свойства, что это сможет повлиять на ход истории.